Бренд Урала, бренд Екатеринбурга — это какой-то такой прямо всегда комок нервов, все о нем спорят, думают, да, что же такое это уральское. И мы в 2017 году делали такое большое, большой проект, большое исследование, которое называлось «50 лет современного искусства Урала», и куратор этого проекта Владимир Селезнев придумал название «Приручая пустоту». И вот это «Приручая пустоту» — история про то, как, собственно, Урал из какого-то места, ну, условно-концептуально пустого, вдруг как бы загенерировал какие-то вот эти вот внутренние ресурсы, и так как бы себя разогнал на то, чтобы стать вот этим как раз местом силы, каким-то самозаводящимся таким местом. Мне кажется, что вот эта способность к какому-то генерированию собственному там смыслов, вообще поиска того, что, ну, как бы, что есть такой, какой-то вот этой вот активности, которая есть в, ну, там, не знаю, сейчас в каком-то таком гражданском сообществе и вообще в культурной сфере — это очень важная характеристика. Как вот этот город из такого пространства закрытого, из закрытого города вдруг за, там, несколько десятилетий вдруг стал таким просто каким-то котлом бесконечной активности и вот действительно как бы самопридумыванием. Урал — это такое место, где очень много делается из личной инициативы, из какой-то такой персональной логики, которая становится потом как бы принимается территорией, принимается городом. Мне кажется, что как раз Урал сейчас силен тем, что очень много есть инициатив, связанных именно с необходимостью такого как бы самоопределения и формулирования, что такое уральское. Дальше каждый на своей как бы территории вот эти смыслы как бы являет, анализирует, и это огромное краеведческое движение, это огромная история, связанная уже как бы с таким архитектурным активизмом, и вообще история про переосмысление памятников, там, сохранение их, придание какого-то нового функционала. Это, конечно же, такая невероятно развивающаяся художественная сцена. Наверное, это история про героев, несомненно, то есть что Урал связан с какими-то там вот определенными героями. Это история про недра и про актуализацию этих недр. Это история про вот как бы то, как черпать силу вот изнутри, да, вот это как бы гора, и что можно как бы, да, из нее взять потом. Это история про, ну, как бы про такое, про, ну, не знаю, мне кажется, что производство смысла – это важная такая как бы штука для вообще уральской такой идентичности, как бы брать и делать. Прежде всего, конечно, вот то, что удалось капитализировать на сегодняшний день в новую такую городскую историю, это история про вообще 30-е годы, про конструктивизм, про способ как бы создания города как такой социалистической мечты во многом. Потому что как строился Уралмаш? Уралмаш строился как город в городе. И если, например, Версаль, есть дворец, и от него дальше уже как бы лучами исходит вся остальная жизнь, то на Уралмаше это завод, а от него точно так же лучами как бы распространяется вся остальная жизнь. И мне кажется, что невероятно важно понимать и представлять город Екатеринбург именно через вот эту историю 20-х, 30-х годов, видеть, как, собственно, формировалась жизнь в таких известных там, ну, тоже комплексах, как дом чекиста, городок чекистов и вот такие сейчас самые культовые конструктивистские сооружения, которые, ну, действительно, они выдающиеся объекты, памятники конструктивизма. Ну, собственно, как они, как дальше развивается в них жизнь и как люди осмысляют вот это вот свое пространство и вообще роль этих всех исторических событий в сегодняшнем дне. То есть для меня очень важно смотреть на Екатеринбург именно вот через такую историю начала 20-го века. Ну и кроме того, мне кажется, знаете, Екатеринбург сейчас себе очень как бы присвоил Урал в целом. И, собственно, Екатеринбург научился продавать вот эту как бы территорию. Мы научились продавать вот этот вот ландшафт, который невероятно интересен, которым есть потрясающие вот эти вот памятники, опять-таки, прежде всего, индустриальные, потому что все территории Урала, помимо вот этого дико вдохновляющего как бы пейзажа, гор, там, ландшафтов, лесов и всего такого, да, это и каждая из этих территорий исторически очень связана с каким-то заводом, с производством, с мифами вокруг этого. И вся наша история со стрит-артом, которая началась еще тоже в 2000-е годы с инициативой моих коллег Наиля Лахвердиева и Арсения Сергеева, которые придумали фестиваль «Длинные истории Екатеринбурга». И когда это был первый такой, ну, первые ласточки, когда вот этот был невероятный девелоперский бум, весь город состоял из этих бесконечных заборов, стройок, и вот все это строилось, и какое-то ощущение того, что ты находишься в бесконечной серости. Вот это серые стены заводов километровые, серые заводы вокруг стройок. Это просто было в какой-то момент невозможно в этом во всем находиться. И они придумали очень классную историю, предлагать художникам вот эти заборы бетонные, как раскладывать, как комиксы, как такие отдельные ячейки, и, собственно, создавать истории о городе. И вот тогда именно, мне кажется, это и началась такая история, как бы придумывать город, продумывать город, создавать какие-то про него мифы интересные, и, собственно, осмыслять такую собственную, в нем жизнь. И потом из этого фестиваля, который приехал потом вместе, собственно, с его авторами в Пермь, появился фестиваль стенография, и вот это мощнейшее движение стрит-арта, которое сейчас для Екатеринбурга, но это тоже одна из визитных карточек, что везде говорится, Екатеринбург — это столица стрит-арта в России. Ну, приятно, конечно, пусть будет так, хотя все эти истории про столичность, мне кажется, очень уязвимыми, но отрицать то, что это мощнейшее движение, и суперхудожники, которые работают сейчас со всего мира в Екатеринбурге, это факт, и это как раз тоже сделало вот такую городскую среду какой-то очень одушевленной, что еще невероятно сильно Екатеринбург отличает от других городов, это такая суперистория про современный танец и провинциальные танцы, Татьяна Баганова, огромное количество инициатив рядом, кто хочет себя реализовывать в современном танце, целый факультет современного танца в гуманитарном университете, и, кстати, есть целая Академия современного искусства, что тоже редко для нестоличных городов. Как как раз рассказать про Урал, что вот когда ты говоришь «I'm from Екатеринбург», то очень хочется иметь как бы за плечами такой багаж мощных именно культурных брендов. Вот сейчас это вообще не проблема. Пожалуйста, «Уральская ночь музыки» есть, «Биеннале» есть, «Безумные дни» — это потрясающий международный филармонический фестиваль, и как бы ты уже оброс, ну, город оброс такими именно большими культурными инициативами, которые, собственно, и формируют вот в глобальном мире образ о том, что это, ну, как бы зачем мы едем в Екатеринбург, но еще 10 лет назад, еще 10 лет назад была совсем другая ситуация, такая какая-то именно бедная в плане таких больших культурных брендов. Сейчас эта история начинается очень интересно и вообще про тиражность культурных практик. У чиновников возникает такое ощущение культурной панацеи. «О, давайте сделаем «Биеннале», и у нас будет классный город». Или «О, давайте мы откроем там филиал Государственного центра современного искусства, и у нас все будет замечательно». Но вот здесь все равно каждая из этих больших историй – это очень долговременная такая инвестиция, которая должна поддерживаться очень разными, ну, как бы с очень разных сторон. Вот эта вот властная воля, общественный запрос, и вообще вот такая как бы инициатива на месте. И, конечно, я не хочу преувеличивать, сказать, что вот Урал весь такой связанный, и все как-то вот в этой вот получают удовольствие от работы с идентичностью и вообще как бы дико продвинутые. Но я хочу сказать, что ситуация все равно, она развивается сейчас, и вот это вот осознание культуры как инструмента развития территории – это все из таких вот дежурных каких-то слов, это все больше превращается в какие-то реальные уже попытки, действия, поиски коммуникаций. Это огромный процесс, и это большое количество разных усилий нужно, чтобы это взлетело. Вот мне кажется, секрет Екатеринбурга, в том числе он как раз в том, что в отличие от Перми у нас не было никогда вот этой какой-то, ну, такого насильственного оккультуривания. Все, что в Екатеринбурге происходило, это происходило как бы из такого вот, из инициатив местных людей, и которые как бы сами выросли вот из этой потребности изменять город самим себя, ну, вот придумать, заполнить эту пустоту. У меня есть такое глубокое убеждение, что очень важно эти имеющиеся везде в каждом городе ресурсы, их как бы правильно напитать. Вот я делаю такой проект, который называется «Не Москва». И для этого проекта как раз для нас было самое важное избежать вот этой вот колониальной логики, что, о, мы приехали, там, всех научили и так далее. Очень хочется как бы другого вообще уровня видимости и включенности в какой-то такой глобальный мир. Вот я сижу в своем Екатеринбурге, и мне хочется, чтобы вот как бы, мне хочется жить тем же, чем сейчас живет там Токио, мне хочется жить тем же, чем сейчас живет там Берлин интересный мне. Я хочу чувствовать себя как бы в какой-то такой мировой культурной повестке. И мы проделали огромное путешествие от Москвы до Владивостока с ведущими там мировыми кураторами, которые работают в модных институциях или наоборот в маленьких немодных институциях, но которые вообще изменяют сейчас историю искусства. И вообще одна из важных таких историй и выводов этого проекта была ровно в том, что проблема России в том, что очень сложно доехать до нас. И вот эта вот чертова психологическая как бы проблема, что, о, боже мой, Урал, как это далеко, это невозможно, это как туда добраться. А то, что от Москвы до Берлина, от Москвы до Екатеринбурга ровно два часа в разные стороны просто, это как-то скрадывается из этой истории. Мы, например, сделали выставку по итогам немосквы в Брюсселе, где мы были рядом с огромной выставкой такой большой исторической, ретроспективной африканского искусства. Вот, пожалуйста, значит, как говорить об Африке в Европе на сегодняшний момент, как говорить о России в Европе на сегодняшний момент. И это очень, ну, как сказать, это близкие проблемы при всех там разницах, естественно, как бы, которые мы обсуждаем. Но, собственно, вот этот вопрос, как говорить об этом не колониально, это, наверное, главный такой вопрос, который профессиональное сообщество решает сегодня. Вообще, Уральская индустриальная биеннале, она начала думаться и придумываться исключительно из квартирного вопроса, когда, ну, стало понятно уже, ну, в 2005 году я занялась Государственным центром современного искусства в Екатеринбурге, который состоял просто из офиса. И не было больше никаких выставочных возможностей. В 2006 году как раз в Берлине я увидела замечательную берлинскую биеннале, которая вся была. Ее курировали Массимилиано Джиони и Али Субботник. И это была вся биеннале, которая была не в выставочных пространствах. Церковь, кладбище, школа для еврейских девочек, квартиры, галереи закрытые, неработающие. И вот эта вот история про то, насколько интересно и насколько обогащает как бы художественные работы такой контекст небелых стен, небелый куб, это как раз надало для нас такой очень серьезный пинок к тому, чтобы думать не о музеях, а вообще о других выставочных возможностях для искусства. И, кроме того, мы на тот момент нашей командой писали вместе с городом, с администрацией города Екатеринбурга такой план, который назывался «Стратегический план развития города Екатеринбурга». И как раз вот там пытались выйти из этого зажима, этого ужасной фразы «Урал опорный край державы», которая еще как бы вот в 2000-е годы пыталась выйти как бы наружу и вот, собственно, описывать важность промышленности и вообще индустрии для территории Урала. И нам необходимо было перепридумать ее. Очень важно было, собственно, сформулировать человеческими словами и тем, что нас бы самих вызывало какую-то гордость, и с чем бы нам хотелось ассоциироваться. И вот это вот перепридумывание роли индустриального происхождения, заводского происхождения, вот этой индустриальной специфики территории, но через художественный контекст, это, собственно, нас подвигло на создание биеннале. И изначально, ну, не то, что биеннале – это была такая самоцель, но мы тоже понимали, что просто фестиваль или выставка, или какая-то лаборатория – это не даст нам того эффекта, которого бы нам хотелось как раз с точки зрения таких международных амбиций. То есть, делая биеннале, первые мы понимали, что мы сразу же входим в биеннальное движение. На момент 2009 года, когда мы ее регистрировали и все делали, было уже больше 250 биеннале по всему миру, и тогда уже стало понятно, ну, окей, станем мы там 257-й биеннале только в Екатеринбурге, и это как-то, ну, довольно сложно будет как-то выделиться на фоне замечательных коллег. И вот тогда у нас появилась эта, я считаю, прекрасная идея о том, чтобы назвать биеннале индустриальной и дать вот эту и специфику, и тему на многие годы, и разминать ее бесконечно, потому что индустриальная биеннале – это нам сразу же очертило наш круг проблем и вообще возможностей двигаться в партнерстве с разными площадками. И вот это стало нашим таким флагом на многие годы. Но для биеннале очень важна вообще преемственность тем, мы всегда их придумываем командой биеннале и предлагаем уже внешнему куратору как вот это тематическое поле, в котором бы ему было интересно предлагать уже свой такой художественный контент, придумывать свои контексты. И, собственно, биеннале началась с этого нашего чудесного слогана «Индустрия смыслов». На второй биеннале у нас уже была тема «Производство и применение», на третьей «Мобилизация». Тема четвертой биеннале «Новая грамотность» была посвящена вообще новому языку, который диктует следующий технологический уклад и необходимости понимать, как мы будем коммуницировать в этом каком-то новом мире уже, в котором все будет по-другому с точки зрения какого-то технологически-экономического образа, когда мы будем чипированы, не знаю еще, что с нами произойдет. Когда, я помню, мы собрались по итогам четвертой биеннале думать, о чем же дальше говорить, мы вспомнили про историю, такая литературная история о том, как туристы путешествовали по Южной Америке, и их проводники, шерпы, все время шли как-то очень медленно. И вот они постоянно делали привалы, туристов это очень бесило. Они говорили, почему вы так медленно идете? Они говорят, вы знаете, наши души за нами не успевают. Бессмертие для нас пришло из вот этой темы про время, его нехватку, катастрофическое непонимание, как его менеджерить, как им управлять, как вообще, насколько мы можем остаться в истории, вообще тема вечности, насколько искусство гарантирует попадание в эту самую вечность, насколько этот культурный канон действует на сегодняшний день. К пятой биеннале мы достигли еще следующего какого-то шага в работе с этим, собственно, индустриальным контекстом. Собственно, мы зашли не просто в индустриальное пространство, мы зашли в пространство действующего завода, и для нас это, конечно, такая большая победа и новый шаг. У нас китайский куратор, который работает в музее Гуггенхайма в Нью-Йорке, сделала биеннале на уральском режимном заводе на тему бессмертия. Я считаю, что это просто какой-то квинтэссенция. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!